Былинка 115, я Былинка 12, прием. Былинка 12, это Былинка 115, на связи. Былинка 115, уточните свои координаты, прием. По легенде, в горно-лесной местности потерялся человек. Необходимо произвести поиск. Для этого задействуют силы и средства поисково-спасательных подразделений Юг и Север Спасательной службы Севастополя. Традиционно подразделение Север, оно занималось вопросами спасения на водах на северной стороне нашего города. Подразделение Юг, так исторически сложилось, всегда занималось поиском спасения в горно-лесной зоне. Кроме реагирования на водах, они теперь выезжают на ДТП, на квартиры, помощь СМП, полиции и также принимают участие в поисково-спасательных работах в горах. Нынешние учения решили акцентировать на отработке средств коммуникации. Это мобильное приложение ГИС, новая картография, обновленные сетки координат и закрепление знаний в области радиосвязи. Впрочем, на мобильную в горах особо рассчитывать не приходится. Поэтому спасатели пользуются координатами офлайн-карт или их аналогом – бумажной картой местности. Если знаешь тропинку, и есть карта, по которой сориентироваться можно, доходишь до какой-нибудь развилки, передаешь координаты фактического своего местоположения. В радиосвязи есть свой регламент общения. Причем на суше, на воде и в воздухе он отличается. Спасатели обязаны знать все три. А еще для позывных в радиоэфире подбираются не просто красивые слова, типа «ромашка» или «лук». Все дело в фонетике. В любом случае стараются избежать шипящие звуки в позывном. Это критично для радиосвязи. Но, допустим, если позывной щорс, это очень неудачный позывной. Удачным будет, например, лсу. Спасатели напоминают, что отправляться в горы или лес нужно подготовленным. Взять с собой воду и провиант, обуть правильную трекинговую обувь. Даже летом непременно взять теплую одежду, фонарик, телефон и зарядное устройство. А еще адекватно оценивать маршрут. Как бы человек, когда видит перед собой подъем, ему подниматься по нему проще. Но если стемнеет и он в итоге упрется в какую-нибудь отвесную стену, то вниз спуститься он, скорее всего, не сможет. Потому что, ну, не представляется возможным. Придется скользить. Либо, ну, он может сорваться просто. И еще один очень важный совет от спасателей. Если вы идете в горы и видите перед собой вот такой вот путь, вот такую тропинку, то подниматься нужно не посередине, не по скользящим камням. Ноги надо ставить по краям. Тогда вы будете более устойчивы. Также спасатели советуют не пренебрегать правилами и рекомендациями. Ведь именно они, возможно, однажды сохранят вам жизнь. Александра Ершова, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.